Облик областного центра меняется, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. По сей день в городе можно встретить места, где о эстетической составляющей не может идти и речи. Вместо цветущих парков – засохшие пустыри. А на отремонтированных год назад дорогах уже появились ямы да ухабы. Подробнее в материале. От когда-то благоустроенного места не осталось и следа. Засохшие стволы деревьев, разломанные спинки скамеек, торчащие из земли железа. Вот что приходится наблюдать жителям областного центра ежедневно. И эту картину можно увидеть как на окраине города, так и в самом центре города Тараза. Думаю, эти факты вандализма устраивает безработная молодежь. Все разбито, разломано, а мы не знаем, что и делать. Мы надеемся, что молодые люди одумаются, ведь так нельзя. Это общественное место. У нас город красивый, надо все это поддерживать, а не разрушать. Везде, где поставили лавочки, везде вот, даже вот этих нету досок. Или эти доски ломают, или эти биски ломают. И зайдите в наш двор, посмотрите, что там творится. Ничего не сделали толком. Ни стоянку для машин, ни дорожку к мусорке. Вот как выносить мусор? Дорожки нет, не сделали. Орык весь засыпали. В общем, орычная система никуда не годная. Полностью вот этот микрорайон оставили без воды. И правда, в последнее время жители города Тараза и в особенности молодежь будто напрочь забыла о правилах поведения в общественных местах. Эту неприглядную картину мы увидели в парке первого президента. Лежащий на дорогах мусор и перевернутые мусорные корзины вовсе не красят облик областного центра. Получается, что прежде чем строить новые объекты, специалистам необходимо приучить молодежь к элементарным правилам поведения в общественных местах, а также бережного отношения к государственному имуществу. Совестливые горожане сетуют, что таким отношением к родному городу мы отпугнем всех туристов, стремящихся в древний Тараз. Катерина Ивашенко, Азад Байтимир, 77 News.